Девушки отдыхают Что более нелепого, нежели то весьма распространенное и, к сожалению, слишком глубоко укоренившееся в сознании большинства представление, согласно которому в нашей обыденной жизни нет места в вещам таинственным и зловещим. Стоит только упомянуть о патриархальном новоанглийском местечке, о неуклюжем и невежественном сельском кровавщике и о каком-то пришествии в могильном склепе, и нормальный читатель уже заранее настроен на очередной безобидный фарс. Пусть даже и с некоторой долей гротеска, но видит Бог, это правдивая от начала и до конца история, которую мне довелось услышать от ныне покойного Джорджа Берча, доставит мало приятных минут любителям легких комедий и мелодрам. Берч сменил род занятий еще в 1881 году, однако предпочитал не рассказывать о том, что с ним произошло, и под любым предлогом уклонялся от разговоров на эту тему. Хранил молчание и его старый лечащий врач, доктор Дэвис, скончавшийся несколько лет тому назад. Всем было известно, что причиной случившегося с Берчем несчастье явилась простая неловкость, в результате которой он сам запер себя на 9 часов в склепе кладбища долины Пэк, откуда ему удалось выбраться, лишь прибегнув к самым грубым и разрушительным действиям. Никаких сомнений, что так оно и было на самом деле, однако этому инциденту сопутствовали и кое-какие более зловещие обстоятельства, о которых пострадавший неоднократно рассказывал мне в пьяном бреду незадолго до кончины. Скорее всего, он доверял мне потому, что я был его лечащим врачом. Вероятно, он испытывал потребность довериться кому-нибудь после того, как умер доктор Дэвис. Жил он в одиночестве, не имея никого из родни. До 1981 года Перч служил сельским гробовщиком долины Пэк. Своей редкостной душевной примитивностью выделяясь даже среди представителей сегодня слишком благородного ремесла. Кое-что из того, что приписывало ему молва современному городскому жителям, могло бы показаться неправдоподобным. И даже обитателям долины Пэк, пожалуй, стало не по себе бы, узнай о нисколько не затейлив, был моральный кодекс их похоронных дел мастера. Вопросов такого рода, как, например, право собственности на ценные предметы погребального убранства, незаметные под крышкой гроба, или соблюдение общепринятых норм при таких операциях, как размещение бессловесных клиентов в гробах, размеры которых далеко не всегда были рассчитаны под них с предельной точностью. Одним словом, Берч был человеком душевно черством и абсолютно беспринципным, хотя вряд ли можно было назвать его злым или жестоким. Это был типичный лодырь и выпивоха, лишенный даже малой толики воображения, что от природы дана любому нормальному человеку. Чего начать историю Берча я не знаю, потому как рассказчик из меня никудышный. Начну, пожалуй, с декабря 80-го года, который выдался на редкость холодным. Земля промерзла на большую глубину, и кладбищенские землекопы, посовещавшись, пришли к выводу, что средьем могил лучше всего обождать до весны. По счастью, селение было небольшим и умирали там нечасто, и всем покойникам нашлось место во временном пристанище, в качестве которого послужил единственный кладбищенский склеп. С приходом суровой зимы Берч погрузился в совершенную апатию. Никогда прежде он не сколачивал столь неуклюжих и несоразмерных гробов, а о том, что ржавый замок во двери склепа хотя бы время от времени требует смазки, Берч, похоже, и вовсе забыл. Наконец настала весенняя оттепель, и работа по подготовке могильных ям пошла живее. Берчу всегда раздражали хлопоты, связанные с перевозкой и погребением тел, но уклониться от исполнения своих обязанностей он не стал, и в одно хмурое апрельское утро взялся за дело. Однако незадолго до полудня хлынул сильный ливень, и Берч был вынужден отложить свое занятие на неопределенный срок, препроводив к месту вечного отхождения всего лишь одно из девяти тел. Удача эта выпала на долю 90-летнего Дариуса Пэка, могила которого находилась неподалеку от склепа. Берч думал возобновить работу на следующий день и начать со старика Фенера, могила которого тоже была рядом, однако на деле получилось так, что он приступил к работе только через три дня, в Страстную Пятницу, 15-го числа. Не будучи суеверным, Берч немало не смутился такой датой, но с тех пор и до конца своих дней он категорически отказывался браться за какое-либо важное дело в этот праздничный день, ставший для него роковым. Так, Пятницу днем Берчи запряг лошадь в телегу и отбыл в направлении склепа, намереваясь перевезти из него тело Мэтью Фенера. Он, как всегда, был нетрезв, что сам впоследствии признавал, хотя в то время он еще не успел пристраститься к потреблению алкоголя в таких дозах, какие в дальнейшем нередко помогали ему забыться. Он просто испытывал легкое головокружение и слишком часто и не к месту дергал за поводье, что действовало на нервы его чересчур чувствительной кобыли, которая после того, как он слишком резко осадил ее, перед входом в склеп начала ржать и бить копытом, и еще скидывать голову, почти как в прошлый раз, когда ее, по всей видимости, вывел из себя проливной дождь. В тот день погода выдалась ясная, но ветреная, и когда Берщ отворил железную дверь и вступил в склеп, расположенный на склоне холма, он был искренне рад тому, что он, наконец, оказался в укрытии. Вряд ли кому-то другому на его месте пришлось бы по душе сырое и изразливое помещение с восьмию гробами, расставленными как попало. Но Берщ в ту пору не обращал внимания на такие мелочи, заботясь лишь о том, чтобы опустить нужный гроб в нужную могилу. Внутри склепа царил полумрак, но гробовщик имел прекрасное зрение и не взял по ошибке гроб с телом Азефа Сойера, хотя тот был очень похож на гроб Фейнера. Собственно говоря, он и был в свое время сколочен для Мэтью Фейнера, но потом Берщ сбраковал его, посчитал его слишком некрасивым и непрочным. Причиной такой щепетильности со стороны несементального человека, как Берщ, послужили, вероятно, воспоминания о том, с каким участием великодушием отнесся к нему этот низенький старичок пять лет тому назад, когда Берщ оказался на горами разорения. В новый гроб для старого Мэтья он вложил все свое мастерство, но при этом оказался настолько корыстным, что сохранил и отвергнутое изделие, которое спустя некоторое время использовал под тело Азефа Сойера, скончавшегося от злокачественной лихорадки. Сойер был не из тех людей, которые пользуются особенной любовью ближних. Ходило немало слухов о его почти нечеловеческой мстительности и злопамятности, проявлявшейся иногда по самым пустяковым поводам. Дверь захлопнула ветром как раз в тот момент, когда Берщ добрался до старины Мэта. Все вокруг погрузилось во тьму. Узкая фрамога почти не пропускала света, а вентиляционное отверстие наверху и подавно. Поэтому обратный путь к двери по бестолково заставленному помещению даже у такого знатока местного рельефа, как Берщ, заняло немало времени. Достигнув на коне своей цели, он долго гремел раздолбанными дверными ручками, толкал металлические створки и не переставал удивляться тому, что массивная парадная дверь двух стала такой неподатливой. Постепенно он начал сознавать, что произошло, а осознав, принялся громко вопить, как будто привязанная снаружи лошадь могла сделать для него нечто большее, нежели ответить ржанием, в котором не сквозило ни нотки сочувствия. Случилось так, что замок, за которым давно никто не следил, просто-напросто сломался, и беспечный гробовщик оказался в ловушке, став жертвой собственного недосмотра. Несчастье произошло, по-видимому, где-то в половине четвертого пополудни. Флегматик по темпераменту и прагматик по складу характера Берщ вопил недолго. Замолчав, он принялся искать рабочие инструменты, которые, как он помнил, валялись где-то в углу. Сомнительно, чтобы на него хоть сколько-нибудь подействовал весь ужас и абсурдность его положения. Разве что сам факт заточения, вдали от тех мест, где обычно бывают люди, мог вывести его из равновесия. Рабочий день бедолаги был досадным образом прерван. На появление в этих краях случайного прохожего не стоило и надеяться. Так что сидеть ему там было суждено в лучшем случае до следующего утра. Отыскав в дальнем углу груду инструментов, Берщ выбрал молоток из стамеску и вернулся, переступая через гробы к двери. Воздух в склепе становился все более тяжелым и удушливым, что, впрочем, мало беспокоило Берща, сосредоточенно работавшего над ржавым неподдатливым замком. Он много бы сейчас отдал за фонарь или огарок свечи, но ввиду их отсутствия вынужден был ковыряться вслепую. Убедившись, что справился с замком при помощи таких неподходящих орудий и при таком освещении, ему все равно не удастся, гробовщик стал озираться по сторонам в поисках иных возможностей до избавления. Склеп был вырыт в склоне холма, и узкий вентиляционный ход, тянувшийся сквозь толщу земли на расстоянии в несколько футов, так что не стоило даже думать о том, чтобы им воспользоваться. Гораздо дольше взгляд его задержался на щелеобразной формуге в кирпичной кладке высоко на двери. Если он бы взялся за дело как следует, то вполне мог бы расширить это отверстие. Оставалось лишь сообразить, как до него добраться. В склепе не было ничего похожего на лестницу, а ниши для гробов, которыми перч почти никогда не пользовался, располагались в задних и боковых стенах, и от них в данной ситуации не было никакого проку. Сообразив, что в качестве ступени здесь могут послужить лишь сами гробы, перч принялся размышлять над тем, как бы их получше разместить. Чтобы дотянуться до формуги, достаточно будет высоты трех гробов, рассудил он. Еще лучше, если их будет четыре. Поскольку верхние и нижние поверхности ящиков были относительно ровными, их вполне можно было взгромоздить один на другой, наподобие строительных блоков. Осталось прикинуть, как из восьми имевшихся гробов соорудить нечто устойчивое и удобное для восхождения. Продумая возможные варианты, он невольно посетовал на то, что составные элементы будущей конструкции были столь ненадежно сколочены. В конце концов, перч решил положить внизу три гроба параллельно стене, установить на них два ряда по два гроба в каждый, а сверху выгрузить еще один гроб, который и будет служить ему платформой для ног. Это позволило бы подняться на нужную высоту с минимум неудобств. А еще лучше, рассудил гробовщик, использовать в качестве основания только два гроба. Таким образом, один гроб останется в запасе, и его можно будет поставить на самый верх, если вдруг для того, чтобы выбраться наружу, потребуется еще большая высота. В зловещих сумерках неутомимый узник перетаскивал и устанавливал друг на друга ящики с бренными останками своих ближних, и миниатюрная Вавилонская башня поднималась все выше и выше. Время от времени ветхие гробы опасно трещали, и перч решил приберечь прочно сколоченный гроб Мэтью Фенера до самого верха, с тем, чтобы ступни его имели как можно более надежную опору в темноте. Он мог найти этот гроб лишь на ощупь и в самом деле наткнулся на него по чистой случайности. Тот сам свалился ему прямо в руки после того, как Берч нечаянно поставил его рядом с другим гробом в третий ряд. Завершив работу и немного отдохнув на нижней ступени срого суважения, Берч взял инструменты и осторожно взобрался наверх, оказавшись как раз на одном уровне с узкой фрамугой. Его окружала простая кирпичная кладка, и Берч не испытывал ни малейшего сомнения в том, что ему очень быстро удастся расширить отверстие так, чтобы через него можно было пролезть. При первых же ударах молотка, ждавшая снаружи лошадь, принялась тихонько ржать, не то одобряя действия своего хозяина, не то бессовестно издеваясь над ним. Уже стемнело, а Берч все продолжал трудиться. Хрупкая на первый взгляд кирпичная кладка оказалась неожиданно неподатливой. Луна вскоре скрылась за тучами, и в темноте работа пошла еще медленнее. Так что единственным утешением для Берчи мог служить сам факт ее продвижения. Он теперь не сомневался, что к полуночи выберется из заточений, а то, что к мыслям его не примешивалось ни капли суеверного страха, было для этого человека вполне естественно. Не отвлекаясь на угнетающие размышления времени, мести и тех, кто находится у него под ногами, гробовщик с философским спокойствием обтерсывал каменную кладку, чертыхая всякий раз, когда в лицо ему попадал отлетевший осколок. И злорадно посмеиваясь, если осколком задевала лошадь, которая все нетерпеливее била своим копытом по ту сторону стены. Понемногу отверстие расширялось, и гробовщик уже начал к нему так и эдак примириваться, при этом гробы под ним отчаянно скрипели и ходили худуном. Между тем он пришел к выводу, что ему не придется класть на верхушку штабеля еще один гроб, поскольку дыра находилась как раз на уровне его блич. Должно быть, уже перевалило за полночь, когда Берч решил, что теперь-то ему уж удастся пролезть в образовавшееся отверстие. Пыхтя и истекая потом, он с многочисленными передышками спустился на пол и присел на нижний гроб, чтобы собраться силами перед последней попыткой. Изголодавшаяся лошадь ржала теперь уже беспрерывно. Выражением этом было что-то недоброе, и Берч от души пожелал ей скорее сдохнуть. Удивительно, но его почти не радовала близость избавления. К тому же он не был полностью уверен в успехе, ибо при своей весьма тучной комплекции был малопригоден к подобного рода физическим упражнениям. Корабкаясь вверх по гробам, которые при каждом движении издавали тушераздирающий скрип, Берч как никогда ощущал собственную тяжесть. Ощущение это стало особенно сильным на самом верху. И уже в следующий момент он услыхал характерный звук ломающегося дерева. Как только он встал на обе ноги, полупрогнившая крышка лопнула, и гробовщик провалился в ящик на добрых два фута. Напуганная этим шумом, а возможно и проникшим наружу запахом, лошадь издала звук настолько дикий, что его вряд ли кто бы решился назвать ржанем, и как безумно бросилась в темноту, волочая за собой бешено грохочущую телегу. Не говоря уже о тех малоприятных ощущениях, которые испытывал Берч, стоя по колено в гробу, он теперь уже мог не так просто, как раньше, добраться до отверстия. Ухватившись за край последнего, он пытался подтянуться, но в этот самый миг почувствовал совершенно необъяснимую помеху. Казалось, кто-то тянет его вниз за лодыжки. Впервые за эту ночь Берч испытал чувство страха. Он напрягал все свои силы, но никак не мог освободиться от чьей-то цепки безжалостной хватки. Внезапно чудовищная боль пронизила его икры, но и тут неостребимый материализм дрововщика услужливо подсказал ему спасительную мысль о щепках, оставшихся в гвоздях и прочих атрибутах, расползающихся по швам деревянного ящика. Возможно, бедняга сильно кричал. Во всяком случае, он брекался, извивался и горчился. Делал это почти автоматически, в полуобморочном состоянии. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем Берч протиснулся наконец в щель и, глухо шлепнувшись на землю, пополз проще от склепа. Он, видимо, совсем не мог идти, и, приглянувшая сквозь тучи луна, озарила плачевное зрелище. Человека с истекающего кровью лодыжками, который ползком передвигался в сторону кладбищенской сторожки, судорожно загребая руками могильную землю. Он с трудом преодолевал сопротивление собственного тела, подчинявшегося ему с той самой сводящей с умами длительностью, которая знакома всякому, кого преследовали кошмарные видения. На самом деле, конечно, его никто не преследовал, ибо когда Армингтон, владелец сторожки, услышал, как кто-то скребется у входа и отворил дверь глазам, и ему предстал один Берч, окровавленный, но живой. Хозяин помог Берчу добраться до постели, и тот час уже послал своего маленького сынишку за доктором Дэвисом. Несчастный находился в полном сознании, но не мог выговорить ничего его разумительного, если не считать нескольких восклицаний вроде «О, мои ноги! Пусти!» И склеп закрылся сам. Потом пришел доктор со своим медицинским саквояжем и первым делом снял с пациента верхнюю одежду и обувь. Раны, представшие его узору, а обе лодыжки Берча в области ахилловых сухожилий были в прямом смысле словно раздерзаны, привели его в сильнейшее замешательство, если не в ужас. Несколько заданных им вопросов были скорее уместны в процессе расследования, нежели медицинского осмотра. Во время перевязки руки его заметно тряслись и создавалось впечатление, что он стремится как можно скорее скрыть эти раны от своего узора. Разумеется, Дэвис, как беспристрастный врач, не должен был учинять Берчу допрос в столь резкой и требовательной форме, но он, казалось, спешил выжить из-за слабшего горбовщика каждую мелкую подробность пережитого им ужаса. С особо непонятной настойчивостью он выпытывал у Берча, уверен ли он, если да, то насколько уверен в том, чей гроб был на самом верху. В этой связи доктор почему-то интересовал абсолютно все. И то, как Берч выбирал гроб, и как он смог в темноте определить, что этот гроб именно Мэтью Фейнера, и как он отличил его от скверно-сколоченного двойника, в котором покоился Азов Сойер. И как могло получиться, что прочно сработанный гроб Фейнера развалился с такой легкостью? Дэвис, испокон веку практиковавших в этих краях, в свое время видел и тот, и другой гробы на соответствующих похоронах. Именно он был лечащим врачом Фейнера и Сойера, вплоть до самой их смерти. И когда Сойера провожали в последний путь, Дэвис не переставал удивляться тому, каким образом этот, пусть малоприятный, но отнюдь немалорослый тип, умудрился целиком вместиться в такой небольшой ящик. Доктор распрощался с больным только через два часа, наказав ему перед уходом, чтобы на все вопросы о происхождении своих ран он отвечал, что, мол, поранился гвозди и щепу. Никакому другому объяснению, добавил он, все равно никто не поверит, поэтому лучше всего, как можно меньше об этом всем болтать и уж во всяком случае не давать осматривать раны другим врачам. Берч следовал этому совету всю оставшуюся жизнь, до тех пор, пока не поведал свою историю мне. И когда я увидел его шрамы, а к тому времени они уже давным-давно возросли и побелели, я не мог не согласиться с тем, что, храня молчание, он поступил мудро. У Берча оказались спорваны большие сухожилия, и он навсегда остался коллегой. Однако самые значительные вещи, как я склонен думать, получила его душа. Нервы его со временем расстроились совершенно, и мне всегда было жалко смотреть на то, как он реагирует на ненароком сказанные слова «пятница», «склеп», «гроб» и некоторые другие, с менее очевидными ассоциациями. Его испуганная лошадь в тот же вечер вернулась на свое место, чего никак нельзя сказать о его рассудке. Он сменил рот занятий, но и тогда его продолжало что-то терзать. Возможно, это был просто страх, а может еще и кое-какое запоздало на раскаянии, за былую бессердечность. Пьянство, без сомнения, лишь усугубляло его страдания, вместо того, чтобы их облегчить. Ту же ночь, оставив перча в сторожке, доктор вооружился фонарем и направился в старый склеп. Луна освещала изувеченный фасад и валявшиеся на земле осколки кирпича. Замок на тяжелой двери открылся легко и сразу. Закаленный многолетней работой в анатомичках, Дэвис решительно вошел внутрь и огляделся, едва подавляя подступившую горлую тошноту. Один раз он скрикнул, а чуть погодя хрипло вздохнул, что прозвучало страшнее любого крика. Потом он пулей помчался в сторожку и в нарушении всех правил растормошил, растолкал, разбудил пациента и срывающимся голосом опрушил на него поток фраз, повершив несчастного состояния шока. Все-таки я оказался прав, Берч. Это гроб Айзифа. Я сразу узнал следы его зубов на ваших ногах. У него не хватало передних в верхнем ряду. Берч, никогда никому не показывайте своих ран. Тело почти не сохранилось, но это выражение лица, точнее того, что некогда было его лицом. Вы знаете, каким он становится зверем, когда доходит дело до мести? Помните, как он разорил старика Раймонда спустя 30 лет после их тяжбы по поводу земли? А как он раздавил щенка, огрызнувшуюся на него год назад в августе? Или это был сущий дьявол, Берч? Я думаю, что такая чудовищная мстительность вполне могла победить время и смерть. Боже, какая адская злоба. Да, не хотел бы я стать его мишенью. Но вы-то, зачем вы это сделали, Берч? Он был негодяй, и я не виню вас за то, что вы подсунули ему негодный гроб. Но, черт возьми, на этот раз вы зашли слишком далеко. Иногда, конечно, можно и поскупиться, но вы же знали, каким коротышкой был старый фенер. Мне до конца своих дней не забыть того, что я там увидел. Вы, должно быть, сильно брекались, Берч. Потому что гроб Айзефа лежал на полу. У него была раздавлена голова, и вся вокруг находилась в страшном беспорядке. Я много чего повидал на своем веку, но там была одна вещь, которая выходит уже за все рамки. Показа ока, Берч. В конце концов, вы получили по заслугам. Когда я увидел череп, это одно, но другое, другое, было еще ужасней. Я имею в виду ноги. Они были отрезаны точно по самой лодыжке, так, чтобы тело Айзефа можно было втиснуть в гроб, предназначавшийся для Мэтью Финнера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова